Энергию берегут, а природу губят. На комиссии Совета народных депутатов по социальной политике и природопользованию обсудили вопросы утилизации перегоревших ртутных и энергосберегающих ламп. Какие меры по защите экологии Мурма принимают местные власти, узнала Анастасия Белова. Польза от энергосберегающих ламп известна многим. Однако мало кто знает, что их вред для окружающей среды куда больше. При повреждении лампы, содержащей всего 5 миллиграмм ртути, загрязняется 16,5 тысяч кубических метров воздуха. При вдыхании 2,5 грамм наступает смерть. Вот почему такие лампочки нельзя просто выбрасывать в мусорный контейнер. Обязанность принимать перегоревшие энергосберегающие ртутные лампы от жителей возложена на управляющей компании. Причем делать это они должны бесплатно. Есть определенные помещения, где находятся ящики для сбора. Принимаются опасные отходы, складируются. То есть квартиры съемщики жителей жилого хода приносят. Мы все это складируем. Из Мурма ртут содержащие отходы отправляются на утилизацию. Ближайший пункт во Владимире. Они сдают договорам компаниям лицезионным, которые приводят их в первичную утилизацию. Они отправляют их в Татарстан. И там есть специальные предприятия, которые уже окончательно утилизируют все эти ртутные содержащие отходы. А вот жители частного сектора и ДСЖ сдавать ртутные содержащие отходы могут в Муромский отдел по контролю за благоустройством. Кроме того, депутаты предложили организовать пункты сбора в торговых центрах или в тех же управляющих компаниях. Правда, в этом случае городской бюджет понесет дополнительные затраты. Были хорошие предложения. Мы их еще озвучим, посмотрим. С управлением ЖКХ будет зависеть от финансирования. Если мы укладываемся в нормальные сметы, я думаю, на экологии экономить не надо. И тем более на здоровье. Я думаю, что в течение этого года вопрос можно решить. По примерным подсчетам, в год в Муроме утилизируется более полутора тысяч ламп. Куда исчезают остальные, остается только догадываться. Найти время и сдать лампочку в утиль, значит внести реальный вклад в защиту окружающей среды и в свое здоровье в том числе. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром.